Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Обзор прессы». Начнем наш выпуск со свежего номера газеты Рязанской епархии «Благовест». Читайте в июньском выпуске. В этом году одной из древнейших обителей Рязанского края, Солодчинскому монастырю, исполняется 630 лет. Монастырь расположен в тихом светлом уголке в поселке Солодча. Основателем и благоукрасителем обители является святой благоверный князь Олег Рязанский. Этой теме посвящена главная полоса газеты. На третьей странице читайте интервью с ректором Рязанской духовной семинарии епископом Скопинским и Шацким Феодоритом, в котором он делится своими впечатлениями об опыте проведения занятий в дистанционном режиме. Продолжается Петров пост. В рубрике «Вопрос-ответ» священник Владимир Михальцов рассказал, почему посты различаются по строгости, стоит ли мирскому человеку поститься так, как написано в церковном уставе, и как относиться к тому, что в социальных сетях медийные лица и не только активно предлагают для самосовершенствования и саморегулирования заняться медитацией. 23 июня церковь чествует память всех рязанских святых в земле Рязанской просиявших. Одной из самых известных святых, просиявших в Рязанском крае, является блаженная любовь Рязанская, праведная жизнь которой вдохновляет многих на продолжение духовных исканий и укрепление веры. Читайте о жизни святой в рубрике «Рязань под особым углом». О строительстве в Рязани грандиозного архитектурного ансамбля храма во имя святителя Василия Рязанского рассказывается в материале на последней восьмой полосе газеты. Уважаемые телезрители, оформить подписку на газету «Благовест» можно по индексам PR-860 и 42-510. Вышел в свет июньский номер православного сборника «Душа. Встреча с Господом». В этом издании ежемесячно публикуются интересные, а главное, душеполезные статьи и материалы из православных печатных и интернет-ресурсов. Расскажу о некоторых темах номера. В статье «Лествица, возводящая на небеса» игумен Нектарий Морозов размышляет о том, что такое подвиг в христианском понимании и в чем заключается подвиг в нашей повседневной жизни. Что такое духовное здоровье? Какие страсти самые распространенные, самые опасные? Откуда они взялись? Что такое православная аскетика? Ответы на эти вопросы вы найдете на следующей странице журнала. Духовные размышления митрополита Антония Поканича помогут читателю понять, как побороть страх и перестать бояться. Чем поведение верующего отличается от поведения неверующего в кризисных ситуациях? И от чего больше всего устает человек? На протяжении многих столетий церковь учит нас тому, что зависть — это грех. Завидовать хуже, чем враждовать, говорит святитель Иоанн Златоуст. На страницах сборника «Душа. Встреча с Господом» читайте о том, что такое зависть, что ей противоположно и чего лишается тот, кто не борется с этой разрушающей душу страстью. Нередко человека, который много лет ходит в храм, молится, читает священное писание, старается жить по заповедям Евангелия, посещают мысли о том, насколько успешны его действия в этом направлении. Психолог Александр Ткаченко дал несколько советов, как правильно оценить свое текущее состояние и понять, есть ли результат от духовного делания. Уважаемые телезрители, оформить подписку на православный сборник «Душа. Встреча с Господом» можно по индексу ПИ-559. Представляю вашему вниманию новый номер православной газеты. Посмотрим, какие материалы публикуются в свежем выпуске. В разделе «Архипастырь» помещено интервью с митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Барсонофием о вере, судьбе и снизошедших вдруг испытаниях. В разделе «Книжная полка» представлен краткий обзор книги Игумения Феофилы Лепешинской. Рифмуется с радостью размышления о старости. В этом издании рассказывается о том, что такое старость, как надо правильно относиться к проблемам и тревогам, сопровождающим эту пару жизни, что на самом деле влияет на продолжительность жизни и каким человек подходит к своему рубежу. На территории храма Целителя Пантелеймона в Екатеринбурге находится самое большое пасхальное яйцо в России. Это событие было зарегистрировано в Реестре рекордов нашей страны. Подробнее об этом читайте на 22-й полосе. Как воспитывать подростка без стресса для него и окружающих? Зачем мальчикам нужны испытания? Для чего идти в лес, если препятствий для преодоления полно в окружающем мире? Почему подростки сбиваются в стаю и как использовать это во благо? Об этом пойдет речь в печатной версии программы «Учимся растить любовью». На вопросы ответил педагог по призванию Федор Иванович Тарабукин, автор проектов «Усатый нянь» и «Богатырская школа». В апреле этого года в Екатеринбурге стартовал очередной благотворительный фестиваль «Дни белого цветка». Целью проекта является духовно-историческое просвещение и развитие благотворительной традиции, заложенной в начале 20 века императорской семьей. 5 июня были подведены итоги голосования за лучшие семейные фотографии этого конкурса. Какие работы набрали наибольшее количество голосов и кто получил специальный приз зрительских симпатий, узнаете на 27-й полосе газеты. Ежегодно тысячи паломников приезжают в Муромский Свято-Троицкий монастырь, где пребывают мощи святых благоверных Петра и Февронии, небесных покровителей семьи и брака. Если вам интересно узнать историю обители, познакомиться с житеем святых муромских чудотворцев, открывайте раздел по святым местам. В разделе «Огласительные беседы» протеерий Алексей Ладыгин говорит о браке и таинстве венчания. Из статьи вы узнаете, что является основанием брачных отношений, как Господь освящает этот союз и почему он должен быть крепким. На 46-й полосе опубликованы ответы архиепископа Пятигорского и черкесского феофилакта на вопросы, которые ему адресовали дети. Помимо представленных материалов в православной газете можно найти программу телеканала «Союз», библейский кроссворд, ответы батюшек на различные важные и актуальные вопросы и много душеполезной, интересной, а главное нужной информации. Оформить подписку на православную газету можно с любого месяца и на любой срок. Подписной индекс на полгода 32-475, на год 70-598. В электронном варианте еженедельник можно найти на официальном сайте издания. Адрес представлен на экране. С вами была программа «Обзор прессы». Спасибо за внимание, всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok